В Самаре полным ходом идет аварийный ямочный ремонт дорог. В первую очередь обращают внимание на те участки, на которые чаще всего жалуются автомобилисты. Работы ведутся по всему городу. Правда, работы преимущественно ведутся в темное время суток, чтобы дорожники и автомобилисты попросту друг другу не мешали. Эту бригаду на Ракитовское шоссе перегросили в оперативном порядке. План работ был скорректирован. Участок дороги после зимы и перепадов температур слишком проблемный. На него часто жалуются автомобилисты. Есть и предписание ГИБДД. За одну ночь бригада обрабатывает около 140 квадратных метров. В бригаде 7 человек. Такие отряды дорожного реагирования приводят в порядок магистрали во всех районах города одновременно. За одну ночь к каждой бригаде кохеры по 3-4 раза успевают подвезти свежий асфальтобетон. В график укладываются, хотя работа нелегкая, говорят дорожники. Подготовить сложнее, потому что это надо отбивать. Там есть определенные нормы, стандарты. Если их всех поддерживать, то надо бить глубокие ямы, чтобы опять же эта летая смесь не вылетала. Ну и заливать тоже сложно. Ребята заливают, надо это делать ровно. Переборщишь, опять же, будут машины прыгать. Мастер тут же уточняет, эта смесь не заливают, а буквально выкладывают вручную метр за метром. Высокая плотность асфальтобетона труд утяжеляет. Зато такая заплатка продержится до полноценного планового ремонта. Пользуясь случаем, мне хочется обратиться к автолюбителям. Я сам автолюбитель, и мне хочется обратиться, ну как-то полояльно относиться к дорожным рабочим, потому что, ну, они радеют за наш город, они делают, ну, дороги для нас с вами. Вот сейчас вот смотрю, вот проезжаю, люди работают, думаю, что наладится все-таки, как-то будет лучше ездить здесь. Вот, ну, судя по городу, еще тоже где-то есть, но лучше намного стало езды. Аварийный ямочный ремонт дорог – мера экстренная. Она позволяет залатать поврежденный асфальт. Как только позволит погода, в городе начнется комплексный ремонт дорог. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова